Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня на повестке дня у нас очередной челлендж Минус Моргул Напомню вам то, что в прошлый раз мы с вами прошли Минус Тирит И сегодня вновь бок о бок с Адреналином Попробуем Продемонстрировать, как же пройти Минус Моргул на Харт Модзер Поздоровайся! Всем здорова! Это будет нелегко Это будет очень потно, но Только мы Сможем пройти На Харт Модзер Потому что до сих пор на ютубе еще никто Не проходил данную крепость С этим режимом Скажу вам честно В этой крепости Можно играть совершенно за любую фракцию За которую вы хотите сыграть Можете эльфами, людьми играть И вот проще всего здесь играть За Гондора Берете два Гондора И вечно юзаете восстановление На стенки Ворота И попросту вас не смогут пронести Плюс строится величайших Стражников цитадели С связочкой с Воромером Плюс ледопыты имбовые И все у вас получится Это самый Скажем так Легкий способ Чтобы пройти эту крепость Но мы будем действовать по канонам То есть Мордор И Изенгард То есть Изенгард Мы с дядькой Саруманом Решим прийти на помощь К нашим Мордоворотцам Я буду играть за Мордора Демнолин будет играть за Изенгард Плюс хочу подметить В отличии от Мина Стирита Здесь Гораздо Сложнее Действительно Трибуцию Намного больше Контроля И вот все-таки Блин Мы добились этого Мы нашли ту самую Вот тактику И лазейку Как Тут победить Мы докажем обратное Нашим зрителям Которые писали К К прошлой серии В комментариях Мол Ой да вы не пройдете У вас ничего не получится Минус Моргл в разы сложнее Сейчас вы увидите То что мы Сможем доказать Обратное Еще раз вам показываю То что Геймсеттинг стоит у нас Тут Галочка на Ring Hero Тем самым Активирован Хардмод В общем Давайте приступим Итак Кто сможет Противостоять Против Великой армии Изенгарда И Мордора Бросить вызов Могуществу Саурона И Сарумана Союзу Двух крепостей Без промедления Практически На всех печатях Строим экономику Кроме одной печати У нас будет казарма В которой нужно Изучить огненные стрелы Для наших же лучников Действуем по канону Берем Око Саурона Причем Задача взять все По правой ветке Но хотя в конце концов Нам хватит на все способности Строим всех Назголов Будет прям как по фильму Девять всадников Покинуло Минус Моргул Причем этих всадников Сразу отправляем За пределы крепости То есть нужно захватить Вот эти ключевые точки И построить там ферму Чтобы хоть какое-то время Получали доход Как никак у нас запасил Шесть минут Кислые нам нужен Для того чтобы давал Лидерку нашим лучникам Строим Моргульских лучников Есть и обычные Но вроде как Моргульские По дальности Слегка лучше Сейчас прибудет Батька Саурон Он же Некромант Тот самый Из Хоббита Как видите Он сразу получил Второй уровень У него весьма Интересная Уникальная прокачка Которую я еще Нигде никогда не видел То есть Он должен выполнять Некие Задачи Чтобы повышать Свой уровень Например построить Всех Назголов Или построить Там 20 отрядов Орков И тогда он будет Повышать свой уровень В частности Нам нужна третья способность Так тут Мы забываем Строим фермы Отправляем по вот этой Секретной лестнице Наверх Назгол И строим там Аванпост Сейчас у нас По идее Уже Некромант Будет второго уровня Причем у него Есть два стиля Как видели Это тень И огненный сауром В частности Нас интересует тень У каждого стиля Свои уникальные способности Итак Третий уровень Вот эта вот способность Нас интересует Так как она Дает нам возможность Изучить огненные стрелы Хотя Обычно Чтобы изучить Огненные стрелы Требуется казарма Третьего уровня А тут он даже Не то что уровень Прокачивает А дает возможности Третьего уровня Так Тут строим Фирмы В принципе Некромант Нам по факту Уже больше не нужен Вот этих орков Которые дали нам На старте Лучше уничтожить Просто на шурму На мясо Они занимают Очки команды Тут будет очень мало На хардмоде 1100 здесь максимально У Зингарда У Адреналина Еще в хуже ситуации У него максимально Будет 750 очков Команды Поэтому здесь Все печально И будет все Очень и очень Сложно Не забываем Покупать Очки командования За 500 голды Ведь Я напоминаю Здесь уникальная Система у немцев И в то же время Дебильная система Мне она лично Не нравится И вот видите У нас предел заполнен Мы пока что Не можем строить Но сейчас 200 очков Нам прибавят Сразу же Прокачиваем Еще на 200 Продолжаем Строим Моргульских Лучников Цель Адреналина Ему нужно Построить Как можно Больше Арбалетчиков Баллисты Которые будут Противостоять Вражеским Катапультам Лурц Которые будут Давать лидерку Арбалетчикам И Всем этим Крышует Дядька Саруман Вот это Козырь В рукаве У Изенгарда Самый Ценный Герой Скажем так Здесь он Действительно Имбовый Будет выдавать Опыт Моим же И своим же Лучникам Скажем так Плюс Он может Захватывать Вражеские Отряды И Классическая Молния Будет Эта молния Просто уничтожать Вражескую Армию Кстати Здесь Некромант Может Превратиться Скажем так В эльфийское Обличье Но Здесь требуется Способность За 10 очков Я думаю Нам Предоставится Такая возможность Но Чуть позже Хочу подметить С помощью Вот этой Способности Которая На третьем уровне У Некроманта Можно Бафать Не только Казармы И Какие-то Ключевые Постройки Но и Экономические То есть Один раз Бафаем Допустим Ферму И Все Фермы Становятся Второго Уровня Чтобы вы Понимали Это Настолько Имбовый И Действительно Прикольно Здесь Сделал Некромант За это Плюс Надо дать Немцам На самом деле Тем временем У нас уже Две минуты Мне нужно Не забывать Перекидывать Финансы Изенгарда Потому что Ему куда Они Больше Требуются Чем мне Мне всего лишь Тут нужно Выдать Огненные Стрелы Моим Лучникам И так Бафаем Экономику Смотрите Все Фермы Становятся Второго Уровня Так Выдаем Огненные Стрелы Перекидываем Адреналину На самом деле Назголов Здесь Строить Не нужно Это так Я для массовки Построил Для красоты Так Они здесь Бесполезны Они здесь Не смогут Ничего Противопоставить Потому что Здесь Много Будет Вражеских Лучников Следопыты С огненными Стрелами Гондорские Будут Лучники Ворота Закрываем Потому что Времени Все меньше И меньше Задача Продержать Первый Ярус Хотя бы Как минимум До 15 тысяч Пойнтов Всего Здесь Будет 22 тысячи Пойнтов То есть Рано или поздно Все равно Конечно Первый Ярус Они Захватят На нас Будут Нападать Здесь Совершенно Разные Юниты И Гондорцы И Арнорцы И Дол Амрот Придет И Рохерим Будет То есть Чуть ли не Все союзы Света Сюда Припрутся Ну Гномов Конечно Эльфов Здесь Не будет Но Людишки Здесь Все Скажем Так Причем Хочу Подметить Волны Вражеские Здесь Совершенно Рандомные То есть Нельзя Предугадать Кто Сейчас На нас Пойдет Могут Пойти И Гондорские Юниты А могут Резко Пойти Допустим И Арнорские Юниты То есть Они все Рандомные Никак В Миностерите Банально На вас Одни и те же Волны Тут Все по рандомному И никак Ты не предугадаешь Повторюсь Минос Морвел Гораздо сложнее Миностерита Тут Гораздо Больше Требуется Контроля И Кстати Пока не забыл К нам Придет Три Подкрепления Первое Подкрепление От Старушечки Шелф То есть Ее Оплот Несколько Отрядов Пауков И Мини Шелф Придут Скажем так Они такие Среднего размера Как шелф Похоже Но о них Чуть позже Так Уничтожаем Фермы Потому что Все равно Сейчас Ломают И Просто Почаще Смотрите На Мини Карту Посмотрите Какими там Силами Они на нас Идут Причем Хочу Еще Подметить То что Катапульты Вражеские Могут Ити Здесь Совершенно Рандомны Могут Пойти Направо Могут Пойти Налево За этим Нужно Внимательно Следить Так Как мы Видим Первая Волна Это Арнор До Ламрот Пришли Это Для нас На самом Деле Хорошо Потому что Они Ничего Не Могут Сделать Ну я Смотрю Там И Следопыт Имеются Причем Видите Все Отряды Пятого Ранга Это Жесть Это Просто Очка У Кентавра По Другому Это Не Псет Кисло Спокойненько Прокачивается Уже Пятого Уровня Как Мы Видим Конечно Баллисты Изенгардские Здесь Ой Как Сильно Решают Ну и В том Числе Многое Зависит От Меня От Моего Контроля Потому что Первое Подкрепление Оно Здесь Самое Важное И Самое Нужное Потом Уже Последующие Подкрепления Они Можешь Сказать Бесполезны Потом Кстати Будут Подкрепления Изенгарда Там Придут Дикари Типа Аля Элитные Каратели У Изенгарда И Третья Волна Подкрепления Уже Мне Придет Там Там Я смотрю Пятого Ранга Вот поэтому Я говорю Связка Изенгарда И Мордор Здесь Шикарная А вот Они Подкрепления Плот Старушечки Шелоп Начало Для начала Нам нужно Взять Всех Вот этих Пауков И Как Можно Дольше Бегать По карте И уничтожать Осадное Орудие То есть Катапульты Траны Так Вот Кстати Вот этот Способный Затрит Шелоп Она Никчемная На самом деле Об этом Чуть Позже Как бы это Странно Не звучало Но вот эти Вот мини Шелобы На самом деле Странно Звучит Нужно Отправлять На нашу Базу Они нам Пригодятся Они Имбовые Здесь Ой Какие Имбовые Они Очень Сильно Будут Решать В этой Битве Без Них Никак По моему Разработчики Именно Расчет Делали На них Потому что Без них Я считаю Довольно Тяжко Уничтожить Катапульты И в частности Вообще Осадное Орудие Тем Самым Обратите Внимание На мини Карту Сейчас Враг Бегает За моими Пауками Это Опять же Для нас Плюс Пускай Он Бегает Наши Лучники Главное Раскачиваются И их Как можно Быстрее Нужно Прокачать До Пятого Ранга Так Там Походу Уже Вторая Волна У сил Света Идет Я смотрю То есть У нашего Врага Самое Опасное Это Катапульты Тараны И Лучники Вот Кстати Копейщики Это Плохо Надо Убегать Нашим Паукам Потому что Копейщики Спокойно Перебьют Моих Паучков Вот Этих А вот Я говорю Следующее Второе Подкрепление Которое Придет Эзенгарду Примерно Придет На 15000 Пойнтов Это Капец Как долго Ждать Так Там Тараны Идут Их Надо Сломать С помощью Моих Паучков Повторюсь Этих Пауков Нужно Ценить И Просто Так На Погибель Не Отдавать Нужно Бегать Мансить И Оттягивать Конечно Неизбежно Они рано Или поздно Умрут Но По максимуму Ими Нужно Пользоваться Хочу Подметить В Миностерите Нельзя Было Восстановить Ворота Тут же Это Сделать Можно Если Сломают Ворота То Вы Восстановите Но Тут Видите В чем Проблема Если У вас Падет Стена Ее Разрушит Вы Уже Не Восстановите И Тогда Ворота Здесь Бессмысленные Придется Отступать На Второй Ярус Так Призываем Старушечку Шелоп Она Может Призывать Таких Маленьких Паучков И На этом Все На самом деле Я ее Так Для Отвлечения Как говорится Призвал А так Она Здесь Нафиг Не нужна Это Бесполезная Способность За Три Очка На самом деле Даже Не Уничтожит Вот Эти Тороны Старушечки Шелоп Поэтому Я считаю Способность Бесполезна Здесь Ну Кстати Хочу Подметить У Мордора Способности Интереснее Чем У Гондора Вот Когда мы Грали На Мистерите Тут Намного Больше Полезных Способностей Так Отлично Корабль И Лебедь Ага Еще Одна Волна До Ламрота Нам Везет Нам Везет На самом деле Потому Что Могли Сейчас Напустим Напасть Гондорцы Или Какие Колхозники То есть Волна Повторяется Опять Видите Идут Катапульты Ломать Ломать Надо Осадку Не позволять Противнику Ломать Нам Стены Повторюсь Минимум 15 тысяч Поинтов Нужно Это Минимум Если вы Раньше Отдадите Первый Ярус Велика Вероятность То что Вы здесь Проиграете Вот Кстати Тот Аван Пост Наверху Его Рано Или Поздно Сломают Но Видите Пока Что Я смотрю По Мини Карте Они Его Не Трогают Это Хорошо Так Одна Катапульта Выжила Давайте Ладно Побегаем Опять же Сделаем Кружочек И Доломаем Эту Последнюю Катапульту Еще Тран Идут Жесть Мы Только 3600 Пойнтов Продержались Как Это Потно Так Лучников Отправляем К воротам В принципе Сейчас у нас Лучники Все Прокачены С Огненными Стрелами Пятого Ранга Они Могут Сломать Тороны Но Без Пауков Все же Тяжко Будет Ломать Осадки В частности Вот Особенно Катапульты Жалко Конечно То Что Мы Не Можем Строить Вот Таких Паучков Они Здесь Реально Какие Имбовые Особенно Вот эти Мини Шеллобы Скоро Вы поймете Насколько Это Имбовый Паук То есть Даже лучше Вот этих Вот Маленьких Паучков Черных Так У нас Даже Получится Вот эти Тороны Все Сломать Скажу Вам Потери Конечно Конкретные Конкретные Как Кстати Забыл Вам Сказать То Что До Первой Волны Вы Должны Заполнить Очки Командования По Максимуму То есть На 1100 Потому Что Видите Практически С самого Начала К вам Приходит Подкрепление Из Пауков Потом Вы Будете В Милосе Вы Не Сможете Построить Армию Так Ну вот Эти два Торона Я сейчас С помощью Лучников Уничтожу Залп Видите Какой урон Хороший А то Они Нагстрел А вот Арбалетчики Так быстро Не сломают Торан Кстати Они Видите Не Огненными Стрелами Стреляют А Какими Зазубренными Что Так Власть Мы Берем Вот Это Уже Полезная Способность Ворота Восстанавливаем Пока Что У нас Все Складывается Довольно Хорошо На первый взгляд Вам кажется Это легко Поверьте Это Самая Сложная Здесь Миссия То есть Миностерит Вообще Нервно Курит Сторонки Тут Действительно Очень Сложно И потно Лично Сами Попробуйте На хардмоде Не на обычном Обычно Это так Детский Лебед Так Еще Тороны Идут Фа на мать Ну все От черных Пауков Уже Ничего Не осталось В принципе Это конечно Печаль Тем временем Уже Пять тысяч Пойнтов Мы продержались На самом деле Я бы конечно Попробовал бы Здесь Отстоять Прям первый Ярус До последнего Но Не хочу Я прям Настолько Потеть Но буду По максимуму Тянуть А потом Будем отступать Уже на второй Ярус Причем На втором Ярусе Там есть Катапульты Но если их сломают Вы уже их не восстановите Конечно Так Используем Власть Тьмы Ну все Этих черных Пауков Мы потеряли Ну они В принципе Довольно Долго Держались Я считаю Я максимум Из них Выжил Теперь В дело Идут У нас Мини Шелобы Будем Опять же Повторюсь Их так Назвать Это звучит Довольно Странно Но я не знаю Как по другому Это назвать Это на самом деле Шелоб Просто она Размерами чуть меньше И почему-то лучше Самой старушечки Шелоб Вот это вот Странно Потому что У этих Пауков Очень Огромный Урон И имеется Сплэш Попробуем Бафнуть Фермы Но Перекидываем День Адреналина Почему-то Третий уровень Мы не получаем Странно Хотя вот Второй уровень Все фермы У нас получили Примещаем Вот этого Паука И смотрите Что На что он Вообще Способен Иногда Конечно Он не попадает Надо Два раза Прожимать Видите Он с одного Удара Ломает Таран С одного Когда черные Пауки Там Приходится Несколько Ударов Причем Смотрите Лайфхак Чтобы Вам не Открывать Ворота Потому что Если вы откроете Будут они Агриться Восстанавливаем Ворот Кстати Эту паука Нужно Сбросить В вот эту Дыру Как бы это Банально Не звучало Вот видите Он туда Падает И Его никто Не видит И никто Его не тронет Это вот Такой Лайфхак От меня Ребят То есть Уничтожили Вражеские Осадные Орудия Все Прячьте Таука В эту Дырочку Забавно Да Причем Если Вражеские Вот эти Тараны Будут Пучковаться Вы Этим Сплэшом Одним Залпом Уничтожите Всю Осадку Безусловно Это имбовый Паук Давайте Его спрячем Кстати Уже Волна Новая Идет На нас Это Гондорцы То есть Там Гондорские Лучники Пятого ранга С огненными Стрелами Всадники Копейщики Мечники И конечно же Катапульты Терпим Терпим Пока что В принципе Нормально Все Держимся Потно Ну а что Поделать Ой Блин То есть Катапульты Решили По правой Стороней Обычно Видели По левой Шли Сейчас По правой Они решили Ну Тут конечно Адреналин Наверное Придется Помочь Баллисты Не смогут Перестрелять Тут Стены Картонные Просто Гнилые По другому Не назвать Почему такая Крепость Гнилая Объясните Мне А то есть Адреналин Решил Призвать Каких-то Не знаю Дикарей Что же Ну Он там Максимум Две Катапульты Сломает Да Вот Вот он Две Катапульты И сломал Все Там уже Две Волны Таранов Идут Ей пор Мать Гондорские Лучники Наши Должны Перестрелять Призываем Сторожечку Шеллоп Пускай Она помогает Нам Берем Наш Козырь В рукаве Вот этот Паучок Миди Шеллоп И ломаем Бах И нету Причем Есть тут Еще Оооо Сейчас очень хорошо Было Прям одним Залпом Два тарана Сломали По Мать Есть тут Один лайфхак Ребят Сам по себе Паук Очень медленный Но если вы приказываете Ему атаковать То он Ускоряется И гораздо быстрее бежит Поэтому приказывайте Все время Ему атаковать Чтобы он Уклонялся Ой И вот этот неудачный На самом деле Как-то Даже Не получилось Сломать Катапульту минус паук. Ну, у нас их довольно много, но опять же, нужно ценить каждого паука и не отдавать его. Так, что-то он не хочет под дырочку. А ну-ка, сиди там. Япона, мать! Тут еще идут. Ремонтируем ворота. Ворот сломают, они тогда вон все попрут через этот проход. И начнутся проблемы, поэтому надо обязательно контролировать ворота. Не дай бог их сломают. Хоть их восстановить и можно, но это время же потребуется. Правильно? Так, ну вроде как адреналин с правой стороны тут отбил катапульты. И тут иду к следопыту. Вот это очко. Вот это очко кентавра. Следопыты пятого ранга на самом деле лучше моих моргульских. Они попросту перестреляют. Поэтому сейчас надо как-то хитростью их уничтожить. Я смотрю, адреналин что-то задумал. Ведет батьку Сарумана. Возможно сейчас захватит их. Ну, на самом деле там на короткое время они захватывают. А, они кстати третьего ранга. Но все равно. Они перестреляют моих моргульских. Следопыты здесь шикарные на самом деле. Да. Саруману смотрите захватывает. Но этого недостаточно, мне кажется. Ой, как недостаточно. Ну, ничего. У меня есть козырь в рукаве. Ремонтируем ворота. Берем за 10 вот эту вот способность и это ульта, которая попросту в этом радиусе уничтожает всю армию. Смотрите. Бах! И вся эта армия погибает. Прикольно, да? Какие-то моргульские чары, я не знаю. Просто уничтожают все в этой области. Отпеть-то раны идут. Японом, мать! Даже две волны. Когда что-то закончится? Достаем нашего паука. Вот вы заметили, насколько он медленно паук? Но когда приказываете ему атаковать, он очень быстро начинает передвигаться. Это тоже хитрость, которую на самом деле надо знать и пользоваться ею. Так, на ворот я думаю не успею сломать. Всадники еще привязали с кем-нибудь. Ну что, я успею спрятать паука. Какие проблемы? И сейчас восстановим ворота. Не понимаю, какая же там орала за пределами, а? Накопилась. И ведь вы понимаете, как только пойдет стена или ворота, они попрут. Блин, там еще-то раны, да? Достаем нашего паука. Только попробуем сейчас сплэшом вот эти вот три. А, нет, тут их две, прошу прощения. Вот видите, иногда он почему-то не бьет. Вот каким-то образом я сейчас левую сломал. Говорю, сплэш какой-то у него радиус слишком огромный у этого паука, они какие-то, я не знаю, читерные. Опять-то раны, япона, мать! Как же это потнутое, а? Так, кислый, кстати, у нас уже 10-го уровня. Прикончим всех! Так, кстати, по-моему, там подкрепление Эзенгарда пришло. Я вот что-то вижу на миникарте. Но сейчас не до этого. Там новые волны идут, опять гондорцы идут. 10 тысяч поинтов уже продержались. Неплохой результат, на самом деле. Повторюсь, тут минимум 15 тысяч поинтов от кровь из носа вы должны держать оборону. Первый ярус не должен пасть раньше. При возможности держаться еще дольше. Так, катапульты по правой стороне идут. Две или три волны. Таранов, япона, мать! Сейчас прям... Божественный контроль требуется с моей стороны, как минимум. Надо успеть и катапульты сломать, и баллисты, ой, точнее, баллисты. Ох, это, кстати, сейчас на нас лучники идут. Не помню, какие лучники в комментариях напишите. Так, ну, я смотрю, там адреналин призвал всадников. Попытку уничтожить катапульты, ну, это как-то безуспешно, поэтому я призываю паука. Как же он долго разворачивается, пока они отвлекаются на всадников. Я попробую. Раз, катапульта! Ух, нас окружают, окружают. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто все, я сейчас, я сейчас выйду из этой игры. Видите, как я пробежал между отрядами? Это гениально! Минус третья катапульта. Сейчас попробую четвертую уничтожить. Вот видите, он... Если вы будете просто передвигаться, его догонят у паука. Но если прекратится атаковать, он убежит от этих вражеских отрядов. Так, тут в это время уже стороны идут. Япония, мать, остановите, пожалуйста! Я сойду сейчас! Это потно! Япония, мать, да я предотвратил. Ух, там мост развалился. Это, кстати, по-моему, способность Эзенгарда была, я просмотрел. Там, видите, лучники пятого ранга идут. Но это не следопыты, это какие-то... Какие-то другие лучники. Так, Шелл призываем. У них, видите, даже огненных стрел нету почему-то. Может быть, какие-то стальные там, я не знаю. Зазубренные. И так, ну, это паучка сейчас, походу, убьют. Да. Ну, ничего страшного, у нас еще много их. Какие проблемы? Этот паук и так много для нас сделал. Ух, там Гондорские перестреляли арбалетчиков. Там он один Лурц на стене остался. Перекидываем деньги. Хотя у него и так уже 47 тысяч. Ох, еще-то рано идут. Да и пора мать. Да сколько? Сколько их там еще будет? Мои, кстати, Моргульских тоже потихоньку перестреливают. Так, адреналин колхозников призывает. Кстати, вот спросите вы, а что это за всадники были у Эзенгарда? Это предатели Рохана. То есть там два отряда он призывает. И как-то он неудачных призывает. Хотя вот дикари в тему сейчас зашли. Видите, вот прям он с помощью дикарей сломал все стороны. Так, 8 очков. Берем вот эту вот способность, которая даст нам возможность моментально строить орков. Это на будущее мы уже смотрим. Как только перестреляют и убьют наших лучников, мы начнем штамповать по КД обычных лучников и выдавать им огненные стрелы. Итак, Рохери. Вот сейчас начинается веселье. Потому что там не только всадники, но и роханские катапульты пойдут. Уничтожаем фермы. То есть уже готовимся к второму ярусу, строим здесь казармы. 13 тысяч поинтов уже. Призываем паука. Уничтожаем осадку. Блин, как они заколебали, а. Вот и рохерим. Ну они, видите, ничего сделать не могут. Ворота-то закрыты. То есть игра рассчитывает, что к этому времени игрок должен отдать первый ярус и проиграть. Видите, они пытаются зайти, но не могут. Ворота-то закрыты. То есть мы по факту уже перевыполнили. Вот они, катапульта роханские. По четыре в разные стороны идут. Вы понимаете, насколько сейчас контролировать нужно? Я попробую сейчас и слева, и справа уничтожить. Потому что адреналин на два фронта не справится. Призывает он каких-то орков, как я понимаю. Ну естественно, они там не смогут. Так, я пока что слева попробую уничтожить катапульты. Они как раз кучкуются, но это для нас шанс. А тут даже пять катапультов, а не четыре, охренеть. Ой, сейчас какой-то идеальный удар. Минус четыре катапульты. Даже не то, что минус, минус пять. Потому что как-то с плэшом я заднюю катапульту уничтожил. Это просто гениальный выход паука сейчас был. Слева уничтожены. Тут тоже пять. Кстати, тогда получается десять катапульт. Роханских пришло. Тут еще и на ворота идут. Сюда паука призываем. Уничтожаем здесь. Так, там новая волна. Колхозников каких-то идет. Так, красавчик. Паук справился со своей задачей. Отправляем его в дырочку, как бы это ни звучало странно. Ремонтируем ворота. И не забываем про роханские катапульты справа. Нам нужно выручать адреналины. Потому что они сейчас сломают стенку, если я не ворвусь. Так, что бы взять лучше? Давайте вот это возьмем за пять. То есть изменится обличие наших назгулов. Их можно посадить на крылатые твари. Там уже гондорские катапульты идут. И пора мать. Ни хрена у тебя не получится сломать стенку. Смотрите, какой сейчас гениальный врыв будет. Опа! Он как раз скучковал их. Бах! И нету роханских катапульт. Вот вам и пожалуйста. Не падет наша крепость. Пока я не отступлю. Сам не решусь. Адреналин уже обосрался. Отходит. Говорит, отходим. А я и смотрю, у него нету ни Лурца, ни Арбалетчиков, ни Сарумана. Он уже обосрался, отошел на второй ярус. Да что ж ты так сдаешь позиции? Тут можно гораздо дольше держаться. Но одному мне не продержаться, походу. Мне придется сейчас отступать. Но... Подождите. Еще не вечер. Наш паук рывается. Франы-траны, блин. Знаешь, сколько их еще тут будет? Ой, какой хороший сплэйш. Вот я просто не перестаю удивляться. Минус три сразу одним ударом. Так, ну тут лучников, много стрелков. Если бы Адреналин не отошел бы, я бы еще продержал тут. То есть мы бы продержали еще первый ярус. Но мы уже минимум свой выполнили, 15 тысяч, поэтому отступаем. Адреналин зассал, зараза, поэтому отходим на второй ярус. Первый ярус отдаем. Так, паука, давайте спрячем. Опа. Упал и все, и пускай сидит там. А че это он баллиста не отвел? Ой-ой-ой. Куда это мои пауки попали? Все, сейчас и ворота падут, и стены слева и справа причем. Потому что, видели, гондорские катапульты пошли и слева, и справа. И повторюсь, предугадать волны здесь нельзя. Они рандомные совершенно. Допустим, у меня вот так они идут. У вас в прохождении будет совершенно по-другому, скорее всего. Так, на стены. Кислого и лучников. Закрываем ворота. 16 тысяч поинтов. Баф им казармы, но это не обязательно, в принципе, делать. Сауром, кстати, от шестого уже уровня. Вот видите, что эта способность дает. Она как пассивка, и... Наши назвы, увидите, меняют обличия. И способности у них другие становятся. И они могут сесть на крылатую тварь, но... Лучше этого не делать. Их перестреляют моментально, тут очень много стрелков. Какая же там жопа. Ой, у меня там один отряд лучников остался. Ну ничего страшного, в принципе. Первый ярус захвачен. Примерно где-то под конец челленджа придет последнее, третье подкрепление, уже мне. Здесь там тролли будут, барабанщики, пехота моргульская. И какие-то элитные отряды будут, насколько я помню. Жесть, вот это там орава, ух. Блин, у меня, в принципе... Не, у меня очень мало очков поинтов. Ну, заранее закажем по пять отрядов обычных орков. Тесните врага! Так, какое-то подкрепление Дуламрта еще идет. Давайте вот это вот возьмем. Где были защитники? То есть за пять очков это призыв надзирателей, которые будут давать лидерку нашим лучникам. Знаменосицы, это вроде как дает обычным оркам знаменосцы. А вот третье за три очка способность, южан, я так и не понял. Вот смотрите, что эта способность дает. За шесть очков. Моментально строятся орки, видите, моментально. Но это какое-то время ограниченное. То есть, возможно, я зря это сделал, потому что, блин, че, я тут два отряда построил и все, что ли? Ради этого я использую эту способность. Ух! Там стражи от Стадели идут. Ну, я ворота не отдам, вторые уже. Тут стенки они сломать не могут, они только ворота могут пронести, но тут у них ничего не получится. Сейчас прям размечтали. 17 тысяч поинтов уже продержались. Короче, кашелок. Давай, врывайся тут. Тащи. Ну, а на самом деле там особо ничего не сделаем. Учениками фокусим таран. Потому что, видите, сбоку может ломать ворота вообще, даже не подходя в упор. Это может как-то бах, недочет какой-то. Так, призываем надзирателей, получается. И сейчас будем присоединять их к каждому отряду лучников. То есть будут давать лидер пани. Ну, возможно, что-то еще там дает. Я, честно говоря, не знаю. Опять, опять ломают ворота. Держать, держать натиск. Больших нас ресурсов. Уже 17 тысяч поинтов. А, видите, можно присоединить с отрядом надзирасла. Но это не нововведение. Я такую функцию уже видел, на самом деле. Я смотрю, там на мини-карте аванпост ломает. Ну-ка, улетанем. Бах, и нет вот этой аравы. Просто все подохли. Мы адреналином помогли, потому что с его стороны там арава была. Восстанавливаем ворота. Врушить черепа. Жесть, там все идут и идут, а. Тут даже, мне кажется, Назголов нереально прокачать на хардмоде до 10 уровня. Это просто невозможно. Там элитные отряды идут. Много лучников. Поэтому... И копейщики, тем более. То есть вы не заедете никак. И не залетите с помощью карлаты двори. Вот это вот за 7 очков, как бы, я тоже не понимаю, что это за способность. Ну, вроде как в описании сказано, должно быть свободно 120 очков командования, и приходит к вам на помощь мумаг. Вроде бы. За 7 очков мумаг, ну это как-то такое себе. У нас, кстати, еще мини-шеллы бы есть. Остались. Никак. А слева я смотрю катапульты у нас сломала. Ну ладно. Они, в принципе, не сильную роль тут играют. И тут в минус стерите, да, катапульты, там это прям одно из важнейших. А тут... Как по мне, пауки играют важную роль. И лучники, все. Жесть, какая же самарава! Зачем я поражал? Когда у меня и так все заполнено. Я не понял, что произошло, короче. Вот, кстати, это подкрепление второе у Изенгарда. То есть, это как каратели, но это дикари, типа, 10 ранга причем. Там несколько отрядов, как вы заметили. Еще одна волна гондорцев идет. Просто нас душат. По-другому это не описать. Там столько осадок сейчас будет. У них там какая-то волна огромная идет, я смотрю по мини-карте. Наших лучников, походу, сейчас перестреляют. Держимся до последнего. Ни в коем случае нельзя отдавать вот этот ярус. Отдадим все, до свидания. Конец игры. Вот поэтому я вам говорю, если вы рано отдадите первый ярус, то потом вообще нереально будет продержать второй. Мы практически продержались. 19 тысяч поинтов, а всего, повторюсь, где-то 22 тысячи. Как только прибудет третье подкрепление, ну, не помню, все зависло аж от такой оравы. Как только прибудет третье подкрепление, тут все уже, можно сказать, побега. Оно нельзя сказать то, что прям какое-то решающее, то есть можно и без этого подкрепления здесь победить. Повторюсь, ключевое здесь подкрепление, это первое вот. Без него, я считаю, довольно сложно проходить. Тут тогда придется мне мордовские катапульты строить. О, адреналин вызвал усадников, чтобы уничтожить стороны. Причем, посмотрите, там сколько их много. Надо помогать им, надо призвать туда паука. Ну, я думаю, там не успеть ничего сделать. Попробуем. Да, из этих лагов вообще ничего не получается сделать. Потому что там капец просто. Просто смотрите. Стражить Стаделию с двумя звездочками до 10 ранга идут. Охренеть. Попробуй их убей. На нас напали. То есть там Арава Копейщиков пришла, как я понимаю. Наши лучники еле-еле там уже держатся. Я в любой момент вот из этих двух казарм буду строить лучников. И сразу могу им огненные стрелы выдать, и опыт от Сарумана не может прилететь. Поэтому... Все нормально. Уже 20 тысяч поинтов продержались. А вот, кстати, способность Уизингарда. Видите, там армия состоит из мечников, Копейщиков. Это, по-моему, способность Уизингарда за 10 очков. Если ничего не путаю. Тоже полезно очень. Особенно в этой ситуации, когда нас просто душит. Мы зажались в углу. Вот самое главное вот эти вот тараны сломать. Которые кружатся вот прямо у нас тут. Все, последняя способность. Давайте ее используем. Хотя сейчас вообще, на самом деле, не до этого. Наш паук врывается. Ну, он врывает сразу двух. Минус два тарана. И тут, глянь, их сколько там их штук. Ой, какой сплейш, вот просто. Это жесть. Если бы не вот эти пауки, я бы не сломал бы. Лучники попросту бы не успели сломать вот эти вот тараны. Ну, пауков, конечно, мы потеряли тут вот эти кучки. Они уже оттуда не уйдут. Сейчас представьте, они бы мне ворота сломали бы, эта вся араба пошла бы. И чем мне тут отбивать? Лучники вот этими? Да они хренчу сделают в упоре. Скажите, нас было там, ну, смогут выставить. Они тоже ничего не смогут сделать. Так, дождь от Эзенгарда. Адреналин решил дождиключить. 20 на тысячу уже. Ну, все, походу, это победа. Ребят. По-моему, это была последняя волна, если я ничего не путаю. Вот, 22 тысячи поинтов. Ё-моё, адреналин... Как так, а? Стенку всрал справа, смотрите. Ну, там, ладно, у него пехота эзенгардская, крепкая. Я думаю, он не выдержит. Ну, отправим на помощь, конечно же. Используем способность, и теперь сейчас Саурон станет... Так, по канону, эльфам. Кстати, иконка напоминает персонажа из какого-то фильма. Он седьмого уровня почему-то, не знаю, почему на десятом. На десятом, кстати, он строит крепость. Тут способности у него тоже совсем другие какие-то, интересные. Давайте попробуем, попользуемся вообще этими способностями. Жесть, это что-то за илонное орудие. Это, кстати, довольно удачно. Они, видите, прям все идут на этот огонь. Все там стражат, стадели, сгорают. А вот оно и третье подкрепление. Смотрите, там барабанщики пятого ранга. Чёрные орки, элита, полутролли пятого ранга. Всё, можно сказать, мы тут можем уже поставить жирную точку. Адреналин восстановил ворота всё-таки. Да, смысл уже тут, в принципе, их восстанавливать. Мы уже можем идти в контратаку. Ух, Назгул мои все погибают там. А, погибли они, знаете, от чего? Потому что там были стражи стаделя. Да и хрен с ним. Потому что, говорит, Назгул, в принципе, можно было не строить, я построил типа для массовки и для эпичности. А по факту они тут вообще нафиг не нужны. О, я слышу, мину поставил. Адреналин. Сейчас вот эта Сиарова взорвётся. Бах! Это способность вроде как за 10. Не сказать, что эпичная мина, но всё. Призываем шелл, паучков. Пускай она там... Немножко пообедокурит, но... Её быстро сейчас там оприходует. Ну, в принципе, тут уже можно подводить итоги и... Признаю, признаю, конечно, то, что минус Моргл очень потный, очень сложный, но не то, что он непроходимый. А то мне начали там писать в комментариях под минус Стеритом, что вот он не пройдёт, и ты не сможешь на хард-моде. Вот, пожалуйста, закусите, как говорится. Те, кто не верил. А те, кто верил, спасибо вам большое. Я, как говорится, головой убьюсь, но пройду, блин, любую задачу. Даже если она там просто нереально потная. Понимаете? Невыполнимых задач не бывает. Главное, стремление. И желание. Выводим всю нашу армию. Они, конечно, сейчас будут все рассыпаться, потому что я, типа, всех на копеечки отправил, особенно у барабанщиков, они там погибают, блин. Ну, мне уже пофиг, как бы, пускай они вздыхают. Вообще насрать уже на эту армию. Отогналим красоту, что своей страны отправил урукхаев. Ну, не зря использовать способности, не посмотрев на очки командования. У нас наоборот. Перебор 1800. Так, надзираться ли мы забываем, мы даем нашим лучникам. Хотя, уже вот это не обязательно делать. Тут все. Надо просто остатки уничтожить, и нам напишут победу. В эльфийском обличии Сауру может превращаться, насколько я знаю, в оборотню. Какое-то еще, по-моему, существо. Ну, это делать, в принципе, не обязательно, да и нафиг мне не нужно. Не помню, ничего, что тут так много. Ух, опыт от Сарумана. Вот все-таки Саруман здесь, в этой битве, ой, как сильно решает. Так, вот это он сейчас, по-моему, в оборотню превратится. Да. И видите, у него опять открываются какие-то другие способности. Ну, я заметил, когда он оборотень, он погибает довольно быстро. Именно так кажется. То есть лучше не превращать его в это существо вообще. Верон какой-то у него вообще вялый. Смотрите, он два раза ударил катапульту, не сломал ее. Три! Когда какой-то мини-шелл ломает, блин, снова удары и формы. То есть, если вам, в принципе, не символично за кого играть в этой крепости, то, повторюсь, за два Гондора здесь играть гораздо проще. Вообще прям легко. Даже первый ярус вы можете бесконечно удерживать с помощью восстановления. Но все-таки надо же действовать по канонам, логически, размышлять то, что здесь силы тьмы должны быть в этой крепости. И какие-то гондорцы, блин. Правильно, да? Хотя вот видел на ютубе, как немцы проходили за Лот Лориан в этой крепости. Играли, конечно же, они не на хардмоде. Вот что значит не мужики вообще ни хрена. Мы вот, блин, суровые русские, блин, показываем, что такое вообще хардмод. Это на самом деле, это в несколько раз сложнее, чем обычный режим. Тут гораздо больше волн, вас ограничивают, урезают, и в плане финансов. Ну, кстати, хочу подметить, тут с деньгами проблем вообще не было. Потому что тут много ферм можно построить, в отличие от Минастерита. Хотя и в Минастерите, не сказать, что были проблемы с деньгами. Тут, в частности, конечно, проблемы с очками командования. Тут, конечно, да, на хардмоде ограничивают вас конкретно. Не знаю, сколько на обычном, мне кажется, на обычном там и три тысячи, наверное, будет. Все, мне уже брать нечего и порвать. Как я и сказал, по факту мы все возьмем здесь. Не обращайте внимание на то, что все погибают у нас, типа, вообще пофиг. Это уже конец. Уже мне насрать, как бы. Я попросту их отправляю на убой. Вот эти вот элитные отряды, я не знаю, в халатах черных, вот они что-то имболы какие-то. Просто разваливайся их налево-направо. Ну, мне, кстати, смотрите, там еще остались эти мини-шелабы. Но они по факту тут уже и нафиг не нужны. Ух, там дядька Сара, вон, смотрите, колдует налево-направо, лурц под яростью. Красавчик. Ну что? Хейтеры или кто, я не знаю, блин. Как вас назвать, которые писали то, что в это ты не пройдешь. Что сейчас скажется, а? Сейчас новый что-нибудь придумает. Говорит, скажет, ты не сможешь один пройти, блин, на хат-моде. Я и один пройду, какие проблемы? Тактику тут я уже отточил, я знаю, как тут действовать. Тем более, можно вообще, блин, двумя гондорцами. Опа, ультой я всех взял, добил. Чтобы не мучиться, да? Что-то не ток, кстати, что-то не засчитывают. А, я понял. Кстати, Саурен здесь не погибает. Он, видите, ему просто нужно время, чтобы восстановить свой дух, будем так называть. Он здесь никогда не погибает. Он просто временно... А, вот где всадники. Временно, как говорится, уходит в иной мир, но потом возвращается. Вот, реально, здесь Саурен прикольно сделан. Очень много у него способностей. Три облика, получается. Уникальный, интересный герой и весьма прикольная прокачка. Никогда такого не видел. Тут переместиться можно с помощью вот этой способности споркнуться, но слишком далеко. Ну, там, пенсионеры пришли. Предатели Рохерим Уизингарда. Ну, что, дорогие друзья, я могу сказать. Надеюсь, вам понравился этот челлендж. На самом деле, мы с Адреналином старались, потели. Это было, конечно, нелегко. Признать надо. Минус Сирит еще можно сказать, что это было изи, а вот минус Моргл тут... Я считаю, не каждый сможет победить. Далеко не каждый. В частности, я рассматривал хардмор. Про обычный режим я вообще не говорю. Это детский сад. Я такое не рассматриваю. Мы проходим только на харде. В общем, надеюсь, вам это понравилось. Как говорится, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи, всем пока!